Я до дома на кухне редко бываю. Я родился в Узбекистане. Там очень богатая кухня. Поэтому в теории много практики, вот маловато, конечно. Мой дом, там, где я родился, вырос, это Узбекистан, город Ташкент. Летом это около двух недель я нахожусь в Ташкенте, а зимой это около пяти недель. Меня зовут Николай, я шеф-повар ресторана «Пряный барашек». Я Вадим Афонин, футболист футбольного клуба «Оренбург». Любитель вкусно покушать, любитель плова. Надо вот так в глаза смотреть. Сегодня мы готовим узбекский плов с бараниной. Национальное узбекское блюдо, которое очень славится в нашем заведении. Мы начнем приготовление из рывака, овощей и мяса. Нам сейчас будет необходимо нарезать морковь, лук и мясо. Вот именно подельником был, да. Но именно чтобы сам с нуля начать готовить и именно самому одному приготовить плов, такого не было еще ни разу. Нарезаем крупным брусочком, чтобы при тушении наша морковь не разварилась. Всегда все по-разному режут морковь, и поэтому я сначала хотел бы посмотреть, чтобы не испортить или чтобы поперек не нарезать неправильно. В Узбекистане, например, насчитывается там очень много бедов плова. Там больше 60 вариаций. Ну, в Узбекистане, например, когда я прилетаю туда, в Ташкент, я стараюсь попробовать, ну, примерно около трех разновидностей плова. Классический простой плов, свадебный. Есть еще самаркандский плов. Классический плов, там в основном его готовят рис, мясо, морковка. Ну, все такие простые ингредиенты. Например, сравнивая со свадебным пловом, там уже добавляется нут, горох, изюм. Вот, и дополняют его в конце перепелиными яйцами, вареными докладывают мясная колбаса из конины. Да, мы готовим также у себя классически, но если по желанию гостя на вынос, также мы можем приготовить праздничный. Как Вадим сказал, что это в Ташкенте свадебный. Но тоже добавляем перепелиное яйцо и еще добавляем айву. Айва при томлении, она получается такой кисловато-сладкий вкус, что даже сочетается с рисом. Нужен специальный рис, который выращивают непосредственно в Узбекистане. Чуть-чуть можно помельче порезать. Плов – это такая история, что приготовив 20-30 раз даже плов, он может у тебя на 30-й раз не получиться. Мы будем сейчас рассчитывать где-то приблизительно 20-30 порций. Идет у нас 2,5 килограмма молокови, полкило лука и 2,600 баранины. Чисто без костей. Также рис, лазер, кило 300 нам понадобится. Родители у меня вообще родились в Оренбургской области. Папа из Сорочинского района, мама из Абдулинского района. Здесь родились и в маленьком возрасте родители их забрали, отвезли жить в Узбекистан, в Ташкент. И родители там познакомились. Это родина родителей, я думаю, можно сказать, да. Уже 6 лет я здесь нахожусь. Конечно, уже можно сказать, что Оренбург стал родным городом для меня тоже. Я и родители сюда, кстати, часто зову, они приезжают к нам, бывают здесь с нами. Ну, они тоже говорят, родина, родина наша. С Оренбургом у меня теплые отношения, потому что этот город стал для меня очень близок. Уже, я повторюсь, родным городом. Мне здесь уютно, комфортно. Комфортно моей семье. Мы уже здесь очень хорошо обосновались. И привыкли к городу, привыкли к людям, которые здесь живут. Вадим, а правда, что в Узбекистане в 2017 году приготовили 8 тонн плова? Да, это правда. 46 поваров участвовали, по-моему, в этом мероприятии. Там несколько тонн мяса, риса, моркови. По-моему, да, около 6 часов готовили. Потом этот плов. Пловом этим угощали людей. Ну, это все, конечно, бесплатно кормили. Были большие очереди, там ажиотаж. Потому что это приготовление, по-моему, попало в Книгу рекордов Гиннесса. Специально для этого отливали огромный казан. А сам попробовал? Нет, сам я тогда не попал в это время в Узбекистан. Меня в Ташкенте не было. Ну, по новостям я слышал, да, даже по моему, по первому каналу российскому показывали про это. На данный момент папа связан с автомобилями. Разбирается у них очень хорошо. Он может, как говорится, разобрать до гайки, с гайки собрать автомобиль. Мама пока дома, она по хозяйству. Хобби у папы – это спорт. Футбол любит и хоккей любит. Они сейчас живут в Рязани. Зимой там заливают каток. Он тоже встает на коньки, берет клюшку, шайбу и катается, гоняет там по льду. Они там и играют даже в хоккей с ребятами. Папа с друзьями играл в футбол. Они собирались, по-моему, два раза в неделю. Папа брал меня. Я смотрел. Но я больше смотрел поначалу. Ходил, пинал мяч рядом. Но потом я чуть-чуть подрос, и папа стал брать в команду. И я уже с ними полноценно бился со взрослыми мужиками. Было очень интересно, кстати. Были ли какие-то конфликтные ситуации? Спорил ли ты там? Нет, нет. Ну, я родился, вырос в Узбекистане. Там, как бы, уважение к старшим прививают с малого возраста. И там спорить со старшими не стоит. В детстве, да, был футбольный мяч, и так получалось, что нечасто могли позволить себе покупать именно каждый раз новый мяч, когда он рвался. До дыр прям играли в футбол целыми днями, что мяч стирался, по швам рвался. Да, приходилось самому зашивать его нитками. Когда был прокол у камеры, приходилось копить деньги, покупать новую камеру, отрезать небольшой кружочек, вытаскивать старую камеру, проверять. Убирать эти колючки, всовывать новую камеру туда внутрь, накачивать его. Конечно, дорожишь мячом своим, потому что понимаешь, что новый мяч тебе вряд ли купят, и не скоро, если его купят, то не скоро. Поэтому и начинаешь бережно к нему относиться. Кроссовки зашивал себе нитками, чтобы мог лишний раз поиграть в футбол на улице. Да, и мячи, все это было. Сейчас с теплотой вспоминаю эти времена, потому что раньше ни о чем, о другом не думал. Была цель, главная цель прийти со школы, быстро сделать уроки, бежать на улицу, пинать мячик, играть в футбол с друзьями. Папа любит музыку, играет на соло-гитаре, бас-гитаре, ритм-гитаре, играет и на барабане, на ударных. Раньше по молодости папа, у них даже в Ташкенте была своя группа, они даже выступали на свадьбах, их приглашали, они пели, участвовали на торжествах разных. Я был маленький, папа меня часто брал на репетиции, я это помню, но смутно, потому что я был очень маленький. Так, да, прям смотрел, как они играют. С музыкой у меня не так все гладко, потому что, как говорят, слуха нету, на ухо наступил медведь. На гитаре я могу поиграть, потому что меня папа учил немного. Все, мы с тобой нарезали нашу морковь, нам теперь осталось нарезать лук и баранину. Давай покажу, как ты резать лук, и я начну резать баранину, хорошо? То есть ты отдаешь ему резать лук? Конечно. Потому что ученику самое сложное? Не сложно, но... Но ты уже все порезал? Практически, да. Тоже крупной соломкой и складываем мы в нашу чашечку. Насколько будет обжарен лук, такого и цвета будет плов. Чем темнее будет лук, тем у нас будет темнее сам плов. Ну, я стараюсь аккуратно резать, не торопиться, потому что именно такой нож для меня незнакомый. Вот у меня и супруга готовит плов из хлопкового масла. Ну, мы специально привозим его из Узбекистана. А когда в Узбекистане, мы там собираемся с друзьями, и у нас есть знакомый повар, мы с ним делаем. Тоже ему так помогаем, больше подыгрываем. И мы еще используем бараний жир, думба называется. Что, так нормально лук? Да. А рис вы где берете? Привозят из Узбекистана. Наливаем масло, даем разогреться и будем запускать наш лук. Часто в Узбекистане мясо берут 50 на 50, 50 баранин, 50 говядин, потому что иногда баранина бывает для кого-то жирная, очень получается плов, поэтому. Но вы без косточек берете мясо, получается? Мы без косточек, да. А я люблю наоборот, чтобы косточки были возле кости, самое нежное мясо. О плове, можно так сказать, не спорят, просто делятся своими какими-то фишками, своими рецептами, дополнениями. А ты сам учился, да, плов готовить, именно плов? Или тоже кто-то показывал прям? Здесь работал Узбек. Он мне научил, как правильно готовить плов, и с тех пор я уже готовлю, на протяжении уже двух лет готовлю плов. После заведения. Чтобы получился идеальный плов, у тебя сколько понадобилось раз приготовить его? Ну, буквально уже на следующий раз мне получился. Как бы сначала с ним отработали вместе, как показалось, от и до, и потом уже в следующий раз я уже готовил самостоятельно, и в точь-в-точь получилось, как и у него. Зависит от продуктов, какие продукты ты используешь. То же мясо, оно тоже свой жир, как бы свое масло дополняет. И уже у тебя получится масла больше. Какая морковка? Морковка тоже дает свой сок. Ну, насколько я знаю, в Узбекистане используют желтую морковку. Желтая морковка, да. Ну, мы используем нашу обычную, оранжевую. Ну, потому что здесь ее очень мало. В России не все знают о желтой морковке, не все привыкли именно такую морковку. Она не такая слаще, не слаще, чем наша обычная. Не слаще. Не слаще. В соцсети у меня практически нигде нету. Раньше была страничка, по-моему, в Одноклассниках. Я уже туда не заходил, наверное, лет... Не знаю, сколько, да, лет 10, может. Пока не хочу открывать везде страничку. В то же время у твоей супруги очень серьезный аккаунт в Инстаграме. Ну, у нее больше по работе эта страничка. Вот. Я не открываю ни Инстаграм, ни ВКонтакте, меня нету нигде. Потому что много времени занимает это все. Очень много внимания ты уделяешь этому. Потому что ты только туда заходишь, и все, там, ты пропадаешь. Ну, а на что ты тратишь тогда то время, которое ты экономишь на социальных сетях? Ну, свободное время. Стараемся с супругой сходить в кино. Сходить в кино с детьми. Погулять просто. Ну, понимаешь, когда у тебя семья, двое детей, практически свободного времени ты не имеешь. Потому что ты потренировался, приезжаешь домой, ты проводишь время с семьей, с детьми. Там, старшую нужно утром в школу отвезти, вечером забрать. Дальше отвезти ее, там, на танцы. Забрать с танцев, с маленькой погулять. И свободное время сейчас, на данный момент, трачу на отдых. Просто вот, если есть время, передохнуть, там, поспать. Ну, если бывает, да, вот как я и говорю, что в свободное время мы там сходим в кино, погуляем в парке где-нибудь. Супруга у меня, Ксения, занимается, она мейкап-артист, визажист, делает макияж, ну, делает еще красивее женскую половину населения. Работает и в Оренбурге, и в Ташкенте. Мясо тушится, потом морковью засыпается, да? Потом надо ждать, пока морковка мягкая станет. Сначала мы обжариваем мясо, затем добавляем где-то полкило моркови, тоже с морковью обжариваем, сверху выкладываем оставшуюся морковь, заливаем водой, либо бульоном, добавляем соль, зиру и тушим где-то час, точно час. А зиру, то есть, сколько раз кладешь? Один раз кладем. Один раз только? Да. И тем временем мы промываем наш рис, замачиваем его в теплой воде, сильно прям теплой, холодной, можно сказать, и оставляем тоже на час, чтобы он напугал. Мы когда в Ташкенте с друзьями готовим, вот плов, там повар с нами, который находится, он минимум три раза, три-четыре раза зиру. Это доказательство того, что рецептов очень много, и каждый готовит по-разному. Хотя обучал тоже тебя в Узбеке. Тоже в Узбеке. Ну, ты также говорил, что есть много районов в Узбекистане, и везде у каждого свой рецепт, и даже в кварталах там тоже свой рецепт. Ну, представляешь, практически в каждом городе Узбекистана практически свой плов, и можно также сказать, что в каждой семье тоже свой плов, потому что каждый что-то добавляет, что-то не добавляет. И поэтому это как итальянская паста. Когда готовят пасту, то же самое. Рецептов у каждой семьи, свой рецепт. Когда на костре готовишь, конечно, совсем все по-другому. Запах костра и плов даже, мне кажется, еще вкуснее становится. В костре всегда вверх снили. Да. Ну, любая еда, да. Чеснок тоже добавляем. Прямо его как сажают, да, в рис просто? Да, как ты раз... Или ты в зирваке его будешь варить сначала, потом вытаскивать? Нет, в рис добавляю. Когда уже зирвак готов, добавляю рис и уже чеснок, чтобы он свой тоже аромат дал. Некоторые, когда плов готовят, например, если мясо используют с косточкой, они его обжаривают, потом вытаскивают. Ну, если мяса много очень. Мы же с тобой договорились, что попадая в Еврокубки я всю команду кормлю пловом, узбекским пловом. В приготовлении которого примешь какое-то участие? Ну, приму участие, да. Но на такое количество человек, конечно, будет готовить профессиональный повар, который безошибочно сделает его очень вкусным. Потому что я не могу подвести команду. Да. Ну, они хорошо болеют. Ну, хотелось бы, да, чтобы пели песню, сочинить, придумать. Именно про Оренбург. Про эту землю, где находимся мы все. Патриотичную. В то же время и про футбольный клуб. Чтобы в одной песне, ну, не знаю, были такие эмоции, что была гордость за Оренбург, за команду, чтобы зашкаливали эмоции. Такая песня нужна, мне кажется. Затем. Поехали. Редактор наектор Todd